Сергей Дарьянко, мэтр журналистики, известный медийный персонаж, разразился очередным видеоблогом под названием «Реплика», где он снова постебался в лучших традициях. Он это делает еще со времен Лужкова над украинцами. Вы говорите, у нас с Украиной информационная война, и что есть уже информационные войска. Власти Украины сообщают, например, что они за один только день мобилизовали на эту информационную войну 35 тысяч блогеров, которые будут заниматься хохлосрачем на просторах соцсетей. А я вам скажу, и не информационная, и не война. Информационная – это когда есть информация, а ее нет. Информационная война – это когда ты прижимаешь врага к стенке информации. Ты выкладываешь листочки с синими печатями, синими чернилами, оригиналы. Ты выкладываешь подписи, оригиналы, продавленные рукой у врага. Эта информация настолько значима, абсолютно серьезна, что ни сам враг, ни все общество не могут далее игнорировать эту информацию. Вот где война. А вот с украинцами у нас ровно обратная фигня. Они верещат уже год. Верещат с каким-то невероятным энтузиазмом о своих ночных кошмарах. Они будто ведут войну с Россией. Они будто побеждают там все время. Они побеждают Путина. Путин на лопатках. Мы смотрим на них. Не дувиваем. Грызем яблоко. Отворачиваемся. Реально у нас презрение к их коллективной истерике чередуется с жалостью. Правда, мы жалостливые. Мы смотрим, думаем. Визуально вот понятно, что у людей что-то серьезное случилось. Видно, что их плющит. А что случилось? Непонятно. А что же будут делать десятки тысяч вновь мобилизованных киевлянцев, которых отправили на информационную войну? Да ведь мы их давно всех забанили в соцсетях. Между нами стена. Высоченная. С их стороны стены ненависть. С нашей стороны стены жалость. Непонимание. Презрение. Брезгливость. Эту стену не перепрыгнешь. Мы не можем биться ни в какой информационной войне, сук, работами. Мы их просто в упор не видим. У нас тут дела свои. У нас охренительная весна. Мы смеемся, радуемся. И смеемся с солнцем и друг другу. А еще у нас проблем дохренища. У нас с экономикой плохо. Экономика дрянь-дрянью разваливается. Дальше будет хуже, кажись. А рубль упал на 70%. Правильно я посчитал? Жесть же. А еще идиотики, соседи, братья наши, под боком у нас. Корчится по полу в паранойю. Ну, проблема. Но не первостепенная. Ребят, вы хотите нас в свою украинскую паранойю заманить? Я чувствую это. Но поймите, мы дивились на вас целый год. Съели уже весь попкорн. Долго на вас смотрели. Надоели вы нам. Украина выходит из моды. Мы возвращаем наш внутренний взор в Россию. Ну, достала ваша Украина нас, понимаете? Бывает такое. Соседи. Братья наши, единоутробные. Украинцы, идите в жопу. Так получилось, что вот эта тема взаимодействия партии войны и партии мира, информационные вбросы, разжигающие войну и призывающие к рассудку, занимают умы моего круга общения несколько последних дней. Я даже сегодня информационную войну записал на эту тему. Мне кажется, что Доренко, безусловно, это партия войны, которая... В чем суть лицемерия? Безусловно, украинцы действительно допустили, скакали. И вот все, что происходит на Украине, по большому счету, вина самого народа, во всяком случае активной его части, есть. Этого никто не спорит. Украинцы это в прошлом русские, русины, руснаки, потом их переименовали, при этом часть несогласных вырезали и путем селективных методов создали этот народ. Но тем не менее, в большинстве своем, по ментальности, по привычкам, по отношениям, по этике, такие же русские люди. Вина за Майдан, я лично считаю, она относительная. Вина там есть у людей, которые командовали палатками, которые получали финансирование или колбасу на втором этаже Дома профсоюзов. Эти люди, да. А остальные промытыми мозгами, когда, внимание, Россия за 25 лет слова доброго не сказала. 230 миллиардов валило аллигаторам в промышленность, в заказы, но при этом ни одного телеканала, ни одной политической партии, ни одного спикера, вменяемого Россия молчала 25 лет. Эти люди 25 лет промывали им мозги с запада, и они, собственно говоря, Россию понимали, что это вот как бы свои, но свои такие, в кавычках, себе на уме, которые, так же, как и Доренко, ну как бы только предъявляют, но при этом, ну вы же не наши, вы же не братья. Братья, идите в жопу. Вот идите в жопу, это было не только сегодня после Майдана, это было с 91-го года как минимум. Я не говорю вся Россия, но я говорю вот такая активная, достаточно лицемерная часть, которую представляет партия войны во главе с Доренко, например. Мне кажется, что по совести было бы, если бы Доренко, который за 25 лет с украинцем, да, в общем-то, и слова нормального не сказал. Я все-таки подумал, насколько он идейный член партии войны, потому что война русских с русскими, а она разжигается на самом деле на территории Украины. Часть русских восточных стравливают при помощи наемников литовских, польских, немецких, саудитов, при помощи территориальных батальонов, при помощи спецназа иностранных государств. Стравливают две Украины. Так а что Доренко, объясните мне, обращается к украинцам, которых используют как терпил, и не обращается, например, к двигателям этой войны, которые стравливают разных русских? Или Доренко – партия войны нерусских? Вот, что мне непонятно. Спасибо.